Если твоя женщина отказывается давать тебе свою попу, дорогой мой, ты ведь не твоя женщина. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я бы сказал так, дает тебе она свою попу, не дает, она все равно не твоя женщина, она всего лишь твоя очередь, ребята, в эту попу заходить, так скажем. Не более того, всем здорово, ребята, Саныч на связи. Слушайте, я, конечно, все прекрасно понимаю, но вот эти вот термины, они определяют суть ситуации, когда мужчина действительно начинает внушать себе, что это его женщина, потом он страдать начинает, когда эта женщина уходит к возгену, образно говоря, к возгену, там куда-нибудь, не важно, в принципе, да. Насчет попы, ребята, конкретно, слушайте, как бы, ну, если она пробита от тебя на инстинкт, женщина, по своему опыту вам скажу, что она позволит тебе очень многое. Даже то, что она, по сути дела, может быть, даже и не приемлет в своей жизни. Ну, допустим, тот же самый, там, анальный секс. Может быть, до этого ей, там, не хотелось, может быть, не пробовала, может быть, пробовала, но было неприятно с теми мужчинами, которых она особо не хотела. Вопрос, зачем она с ними спала, это другой уже вопрос, ребята, там, ну, фиг его знает, да. Может быть, какая-то выгода была. Ну, сам смысл, когда она хочет мужчину, она пробивается от него на инстинкт, она позволит ему очень многое. И она будет кайфовать от того, что по кайфу мужчине будет. Вот так эта схема работает, ребята. А вот как пробивать женщин на инстинкт, ребята, именно вот рассказано у меня в курсе, как взаимодействовать с женщинами без потерь. На 4,5 часа в видеоформате, ребят, кому это интересно, проходите на мой сайт, ссылочки, если есть в описании, либо пишите мне в личку, я вам дам подробности. Как их пробивать на инстинкт, как укладывать в постель, как вычислять меркантильных женщин, вообще, как вот мужчине себя припоставить перед женщиной, и вообще, что нужно делать, чтобы они тебя хотели, и все у вас получалось нормально, ребят. А сейчас мы послушаем, ребята, каким надо быть мужчине с точки зрения, ребята, оленячей. Это очень интересно, послушаем. Чем же должен обладать мужчина, чтобы привлекать женщин? Большинство женщин, проработав огромное количество источников, пообщавшись со своими клиентками, со своими знакомыми, в течение своей жизни собирая... Клиентками, самое важное. ...опыт, я подготовил вам перечень из критериев, соответствую которым вы можете стать привлекательным мужчиной, или, по крайней мере, проверить себя, насколько вы являетесь привлекательным мужчиной, насколько вы можете конкурировать с другими за право обладать той или иной женщиной. Первое, самое главное, это, конечно же, внешка. Внешка – это то, с чего все начинается. Кто-то говорит, это не важно, это не самое важное. Окей, это не самое важное, безусловно, это не самое важное. Но с этого все начинается. Внешка – это и, в принципе, привлекательность, мужественность, ухоженность, нормальное состояние одежды, чистый, опрятный, ногти пострижены, пахнет приятно, одет, незабрызганные брюки до колен сзади, ногти, я не знаю, не торчат... Он сейчас точно про мужчин рассказывает? Незабрызганные брюки до колен сзади. А чем они забрызганы, я стесняюсь спросить. Что-то, короче, здесь не чисто. ...за усеницы, ногти не обгрызаны. То есть, мужчина полностью привлекательный, опрятный и внешний. Конечно, сюда входит и состояние тела. То есть, без лишнего веса, достаточно накачанный. Что это говорит женщине? Давайте мы сразу будем ссылаться на то, что ощущает женщина, когда смотрит на такого мужчину. Работает, кроме сознательного, работает подсознательный уровень восприятия. Это инстинктивно. Инстинктивно женщина воспринимает такого мужчину как конкурентно способного. Ухоженный, в меру ухоженный, конечно, ухоженный мужчина и мужчина, который хорошо одет с внешней привлекательностью, допустим, хорошие бренды какие-то, да. Это говорит женщине о том, что мужчина может зарабатывать. Это говорит уже женщине о том, что мужчина надежный. Сразу ощущение спокойствия такой женщины, да, понижается тревога. И когда мужчина подкачанный, когда мужчина спортивного телосложения, это говорит о чем? О том, что у него в порядке уровень тестостерона и что он может дать хорошее потомство. Следующие критерии. Так, ребята, прокомментируем первым критерий. Слушайте, мне интересно, как вообще взаимосвязано уровень подкачанности тела и возможность мужчины зарабатывать. Это как вообще понять, слушайте? Не, ну если, допустим, он там работает фитнес-тренером, ну, возможно, да. Там какой-то спортсмен профессиональный, да, вполне возможно. Но это полпроцента всего населения, а то даже и меньше. То есть, нет, ребят, я всецело с ним согласен, что нужно это все делать для себя. Ну, не для того, чтобы на тебя женщины смотрели. Гигиена, там, допустим, там, стриженные ногти, там, чистота тела, пахнешь приятно, это безусловно, это нормальное. Нормальное, так скажем, времяпрепровождение человека на этой планете, как бы, ну, цивилизованного. Цивилизованного. Но это нужно делать не для женщины, а для себя. То же самое, допустим, и тело подкачанное нужно делать для себя, если оно тебе надо. А если не надо, то не делать. Вот и все. Это статус мужчины. Это, наверное, самый важный, на самом деле, ну, пусть это будет номер два, но это самый важный критерий. Это статус, объективная значимость мужчины, статус его в обществе. Кстати, кто хочет посмотреть об этом более подробно, я видео на своем YouTube-канале запилил, ссылку оставлю в комментарии. Так вот, это статус мужчины. Депутат, бизнесмен, врач, юрист, все это поможет тебе конкурировать с другими мужчинами. Женщины всегда предпочитают таких людей, просто людям, которые ходят на работку регулярно. Дальше. Мужчины, которые занимают проактивность. Это второй был, да, критерий у него статус мужчины. Слушай, ты это расскажи вас, Гену-таксисту, который женушек ваших, мои уважаемые олени, драл за гаражами и на заднем сиденье своей баклажановой шестерки. Ах, Вася, Наташа какая была хорошая, давай опускайся. А потом они пришли и сказали, слышишь, статус твой где? Я за тебя замуж не выйду без статуса. Ты что не накачанный? Где ты, что ты депутатом не стал или бизнесменом, а? А то, что я с вас, Геном, там спала, как бы и дырка такая уже, это ничего не значит. Понял? Статус приобретай быстро, я сказала. Жизненную позицию, это мужчина, который постоянно куда-то стремится, бежит, у которого куча идей, он их реализует, планы. Ну все, в это, десятая. Женщина думает, блин, какой классный мужик, даже если у него здесь не получится, у него получится в другом месте. Если не выстрелит здесь, значит выстрелит где-то в другом месте. Да, с одной стороны, если ты... Да, ребята, у оленей так и есть. Они думают, сейчас вот я в эту дырочку попытаюсь просочиться, как бы не получится, в другое место попробую, как бы. И скорее всего, они так вот бегают, ребята, по хозяйкам по своим, и не получается никуда просочиться. Ну вот так вот. Ты занимаешься каким-то рисковым видом, допустим, там, бизнеса или профессии, если ты какой-то полукриминальный образ жизни ведешь, там, темщик какой-то. Да, не совсем тема такая интересная для женщины, но тем не менее, женщина все равно смотрит на тебя, как на более привлекательного мужчину, чем на стабильного, да, вот те мужчины, которые стремятся к стабильности. Не, это все ваша стабильность, потому что стабильность – это предсказуемость. Что женщины ненавидят, что предсказуемость. Если они не любят предсказуемость, будь более непредсказуемым, будь более проактивным на всех направлениях, обязательно сможешь привлекать внимание женщину. Следующий критерий – это обязательно желание заниматься какой-то физической деятельностью. Да, здорово, когда ты уже обладаешь какой-то хорошей фигурой, там, подкачан, но если ты не занимаешься спортом, если ты не постоянно находишься вот в этом состоянии драйва такого бодрого, то женщина, ну, 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 ну не то, понимаешь? То есть, конечно, твои другие качества могут перекрывать это, но быть еще и одновременно, заниматься каким-то спортом, хоть теннисом, хоть бегом, хоть велосипедом, чем угодно, боевыми искусствами, лишь бы только ты чем-то занимался, говоря женщине о том, что ты постоянно бодрый. От этого будет зависеть и твое, в принципе, самочувствие. Уровень тестостерона будет постоянно на нормальной высоте. Пролактин будет пониже. Эстроген, возможно, вообще не будет. Следующий мужчина. Мужчина, который… Пролактин у мужчин? Насколько я знаю, это чуть более женская проблема в вопросе про лактин. Мужчина, который подвержен воздействию пагодных привычек, то есть, какие-то игроманы, клептоманы, наркоманы, короче, курящие, пьющие, это мужчины, которые сразу же женщин нормальных отпугивают. Если ты куришь, навряд ли какая женщина, которая не курит, захочет с тобой целоваться. Ну, мало какая женщина будет, согласится на это. Тут я лично, как человек, не курящий, не, но я могу иногда там сделать какую-то затяжку, какой-то, допустим, дорогой сигар, если меня кто-то угостит, да, попробовать, но… Я, говорит, не курящий человек. Я не курю, и, ну, я могу, да, даже вот этот вейп, да, электронные сигареты попробовать, но я не курю на постоянке, и я знаю, как воняет это. Я, например, не люблю целоваться с женщинами, у которых пахнет неприятно сигаретами изо рта. Я знаю, как в принципе вонят, когда ты… Поэтому, если ты хочешь, чтобы женщины тобой интересовались, ты привлекал женщин, используй эти критерии для того, чтобы, для того, чтобы поднять свою конкурентоспособность. Ага, ребята, ну что ж, давайте теперь мы поговорим на этот счет. Вот, слушайте, я с очень многими пунктами, то, что он сказал, согласен. Я не согласен только с самой базой, ребят. Вот это вот делать для женщины, это оленячий путь. Ты, вот просто вдумайтесь, человек проживает свою жизнь для кого-то, чтобы кого-то привлекать, кому-то угодить, кому-то сделать хорошо. Да, делай ты это все для себя исключительно. Не живи ты ради дырки. Вот откуда у них вот этот прикол посвятить свою жизнь? Я понимаю там воспитание, я понимаю там тяга половая, там похоть и так далее. Ребята, ну какую-то часть там жизни, какую-то часть своего времени, ну еще можно как-то понять. Ну всю жизнь посвящать дырки, ну это же просто трешатина. Это как камикадзе, вы понимаете, вот все, за императора все как бы и попер. Опомнитесь, опомнитесь пока не поздно. Да делайте вы это все, это прекрасно, там, ну большинство из этих пунктов, это хорошо все. Ну для себя только делайте. Не пытайтесь вы дыркам угодить. Вы понимаете, ребят, по сути дела здесь есть доля истины, как бы когда это мужчина все делает, там да, возможно на него женщины будут больше внимания обращать. Но они же просто сломаются в одной, вот просто в одной ошибке, которую они совершают поголовно. Женщина поймет, что все это он делает для нее. И моментально интерес у нее теряется к этому мужчине, понимаете? Теряется. Она не будет течь от того, кто для нее что-то делает. Не будет инстинкта, их так работают. Что бы ты для нее ни сделал, там, спас ей жизнь, я не знаю там. Там, самым суперменом стал. Она поймет, что ты это все сделал для нее. И все, ты завоеванная земля, на тебе флаг уже стоит, все, ты завоеванный, все. Ты не интересен как самец, как мужчина, ты покоренный. Понимаете, в чем прикол? Ребята, именно об этом я очень подробно, очень подробно, детально рассказываю в своем курсе. Как взаимодействовать с женщинами без потерь. Кому интересно, пишите об этом. 4,5 часа подробнейшей информации на эту тему. Ссылочка есть в описании. Ребята, сегодня приходите на стрим. В 19.00 будет очень-очень весело. Добавляйтесь ко мне в контакте, в друзья. Удачи вам и прекрасного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok